Сегодня я хочу рассказать историю лечения своей спины, точнее лечения рыжего позвоночника, такой диагноз, который многим знаком. Хочу рассказать, как это все у меня происходило долго, мучительно и каким образом мне удалось все-таки победить это. Получается, что человека беспокоит в основном не сама и сам факт наличия рыжего межпожвоночника, а именно те симптомы, которые присутствуют, то есть у нее боль в пояснице, плюс когда боль это отдает в ягодицу, в ногу отдает, то есть я думаю, что многие люди, у которых есть рыжего позвоночника, но она не болит, они может быть даже не догадываются о том, что она у них есть, обследования не проходили, они не знают. То есть сама рыжа, я думаю, что не так страшна, как вот те сопутствующие симптомы, которые беспокоят человека. И когда я говорю о том, что мне удалось вылечить грыжу позвоночника, то я имею в виду, наверное, это не совсем правильно сказано, я думаю, что грыжа, она какая была, такая и осталась, что мне удалось победить именно те неприятные моменты, то есть победить боль, победить дискомфорт, то есть грыжа сама так и осталась, но боль шла. Для начала расскажу, как вообще все это протекало во времени. Первые разы, когда у меня начинались эти приступы, еще были у меня давно, с детства, где-то лет с 15-16, сейчас мне уже 41 год, и вот где-то с 15-16 лет порой бывали у меня такие моменты, что болела спина. Я обращался к врачу, своему участковому врачу по месту жительства, терапевту, она мне поставила диагноз радикулит, ну как бы лечения как такового никакого не было, что это означало, диагноз это тоже как-то так, все это непонятно, что это значит радикулит, что-то такое. Я в то время грешил на то, что я посещал тренажерный зал, качалку, была такая у меня период, когда я пробовал качаться, я это связывал с тем, что брал, может быть, какие-то веса большие, приседал со штангой, может быть, с этим связывал, или же параллельно мы с отцом строили дачу, там тоже там поднимал всякие тяжести, там цемент, камни, шифер, там прочие, всякие вещи тяжелые, и была еще параллельно такая версия, что сорвал спину, сорвал спину, тоже в народе очень часто это говорят, каждый подразумевает, что хочет под этими словами, непонятно, что конкретно имеется в виду, но эти приступы у меня не были длительными, то есть спина там повалит один день, два, и как таковой проблемы не было, и даже какой-то нужды в лечении не было, то есть повалит, да и перестанет, как-то все забывалось до следующего раза. И вот где-то около шести лет назад у меня случился первый такой серьезный приступ. На то время как раз я женился, жена была беременна первым ребенком, и была такая нужда у меня много работать, и приходилось работать, часто выполнять какие-то тяжелые физические работы, вот, в частности, приступ этот случился у меня, когда я делал ремонт в квартире людям, зашивали гипсокартоном, ну там, не помню, потому что ли стену, в общем, что-то, зашивали гипсокартоном, заносили этот гипсокартон в квартиру, и вот во время этого заноса гипсокартона у меня случился этот острый приступ, и он был настолько сильным, что потом где-то полтора года я не мог ничего делать, то есть этот приступ, как, наверное, те, у кого болит спина, люди понимают, о чем я говорю, он начинается с острой боли в пояснице, какое-то время, первое время очень сильно болит именно поясница, потом эта боль начинает опускаться в ягодицу, потом ниже спускается по ноге, аж до стопы, и уже потом поясница не болит, но болит нога, плюс у меня лично так было, что в каком-то таком положении, я когда как-то на бок наклонялся, то она у меня болела меньше, и я как-то инстинктивно, меня все время так тянуло выгнуться на бок, чтобы избежать, все время был страх такого прострела в пояснице, страх боли, и я ходил так на бок полтора года, за эти полтора года прошел много всяких лечений, операцию я боялся, потому что начитался, насмотрелся всяких страхов, что люди пугают, можно статься инвалидом, неудачно сделают операцию, я пробовал лечиться такими методами лекарственными, то есть ходил там к невропатологу ходил, лежал два раза в больнице государственной, ну что-то мне там делали, что-то колобили, какие-то курсы, массажи там, ну как-то все это не приносило мне результата такого, как-то оно так двигалось волнами, волнами, то болит, то не болит, то меньше болит, то больше болит, и меня, когда спрашивали мои родные и близкие там, там устало, тебе лечь не стоит, я уже запутался, я уже не понимаю, мне легче или не легче, или хуже мне, или что со мной. Ну, в общем, где-то через полтора года я в очередной раз, когда пришел к парчу, врач попробовал на ноге вот этот рефлекс, когда бьют молоточком по колену, и сказал, что начинает пропадать уже этот рефлекс на ноге, то есть, что нерв постоянно зажат, зажат это не очень хорошо для него, он может там как-то начать деградировать, в общем, потеряется чувствительность в ноге, начнет нога усыхать, в общем, согласился я на операцию по удалению ныжи. Сделали мне операцию в институте нейрохирургии в Киеве, на Укьяновке. Нужно сказать, что после операции первое время, конечно, полностью меня покинули эти симптомы, сразу можно сказать, что буквально на следующий день спина у меня перестала болеть, операция была такая, ну, как бы современным оборудованием, то есть, что делается маленький надрез, там, с помощью какого-то небольшого манипулятора, то есть, прямого такого нет, вмешательства. В общем, через небольшое отверстие удаляется эта грыжа, человек быстро восстанавливается. На следующий день я уже ходил, через три дня я уже выписали меня, отправили домой. В общем, стало легче мне. Стало легче, и в тот период у меня несколько лет наступило, как бы, такой, был период облегчения. Но я его связываю сейчас уже, когда, спустя время, я, ну, как бы, понял, почему этот период облегчения у меня был, и с чем он связан. На тот период я считал, что это связано именно с удалением грыжи. Сейчас, когда я вспоминаю, то я понимаю, действительно, на самом деле, с чем был связан этот период облегчения, облегчение, о нем я расскажу позже. Значит, потом, после этого периода, он длился, там, ну, там, несколько лет, может быть, два года, может быть, три. Потом спина начала потихоньку, как бы, поднывать. То есть, тоже это так длилось волнами, но таких острых приступов не было, чтобы я вообще, там, терял работоспособность, терял, там, нет, так потихоньку она поднывала. Я привык к этой боли, и когда она у меня чуть-чуть болела, я просто считал, что это нормально, на самом деле, она не болит. Потом, вот, полгода где-то назад, приблизительно, может быть, восемь месяцев, в начале лета, опять случился у меня острый приступ, опять перекосило меня на бок, начала болеть спина, начал я, опять, ходить по врачам, проходить курсы различных препаратов, таких, как Бабалис, Мидокалм, Диклофенак, Алфен, ну, в общем, все препараты, я думаю, люди и так знают. Те, которые страдают такой проблемой, как у меня, я думаю, что они понимают. Ну, вот, за вот это время, ну, там, где-то чуть больше, чем полгода, прошел я, ну, наверное, курсов пять или шесть, может быть, даже, всевозможных, там, уколов, таблеток, это, ну, как-то облегчение не наступало. Опять же, как вот, тогда и в первый раз, все двигалось такими волнами, то, вроде, легче-чуть встанет, потом опять начинает болеть. Мне начала такая закрадываться мысль, что, ну, что-то здесь не так. Как-то, как-то это все, ну, не знаю, не помогает, в общем, это лечение. Операцию второй раз тоже не хотелось сделать. Ну, надо еще сказать, что я сделал МРТ-снимок, вот, недавно. И на этом МРТ-снимке, точно в том же месте, где было у меня в первый раз, обнаружилась у меня точно такая грыжа. То есть, я не знаю, это то ли ту первую не удалили, удалили не до конца, или повторно у меня появилась, вот, точно такая же, как брат-близнец, той первой, я не знаю. То есть, после операции я не делал, МРТ. То есть, возможно, что первую удалили. И потом вылезла по вторую, точно в том же месте, такая же самая. Ну, как-то второй раз не хотелось мне ложиться под нож, не хотелось мне на операцию, хотелось всячески этого избежать. Начал смотреть на Ютубе всякие видео, как люди там пробовали, что врачи там, что рекомендуют это. И попал на видео одного человека такого, Эдуард Конка. Хочу этому человеку передать привет и сказать от себя лично спасибо. Почему? Потому что он кардинально, можно сказать, с ног на голову все перевернул в моем представлении вообще о спине, об этой проблеме, об этой болезни. И я его слушал, у него такие, ну, там, длинные видео, он все так подробно рассказывает. Плюс я смотрел не только его, я смотрел еще такие видео, которые, как бы, опровержения, опровержения, которые записывали врачи, там, они говорили, что он не прав, он ошибается, там. Ну, в этом всем, вот я для себя лично выделил, ну, вот, такую, как бы, логическую вещь. Вот мне, ну, понравилась такая идея, что если, например, спина болит от грыжи, межпозвоночной, то почему она не болит все время? Ведь грыжа никуда не девается. И тот участок, например, который вылез за пределы диска и, там, например, касается нерва, он же никуда не девается, она не может вернуться сама назад без оперативного вмешательства. Вопрос, почему спина болит не всегда? Вот эта мысль как-то показалась мне разумной, что, может быть, дело не в этом. И я начал интересоваться вот этой темой миофасциальный синдром мышцами и начал смотреть в этом направлении. Я впервые узнал для себя, открыл такие вещи, что, оказывается, мышцы могут болеть, мышцы могут зажимать нерв, мышцы могут воспаляться. Я услышал такие слова там страшные, как триггер. И после того, как начал я думать в этом направлении, у меня не получалось идти таким путем, именно как предлагали вот эти люди в интернете, вот в частности Эдуард Конкин и там другие люди, у которых был тоже успешный опыт лечения, у них там был такой опыт, что они обращались к врачам, ездили там многие даже в другие города, проходили там целый курс какой-то реабилитации, что врач там находил, разминал там эти точки триггерные, какое-то было лечение. Ну, у меня, к сожалению, не было такой возможности полноценно так взять, собраться, уехать. Почему? Потому что у меня семья, трое детей, должен вот скоро родиться четвертый, поэтому не было такой возможности собраться, уехать, куда-то найти. Даже где этого врача найти, я не знаю, честно говоря, вообще занимается ли кто-то подобным лечением. Я так бегло просмотрел, я не нашел в Киеве тех, кто этим занимается. Поэтому решил делать все сам. должен сказать, конечно, большое спасибо моей жене, моему личному массажисту, моему терапевту. Мы с ней вместе, совместно нашли очень много вот этих самых триггеров. И эти триггеры, надо сказать, что очень такая вещь болезненная, когда до него дотрагиваешься, боль просто неимоверная. просто такой один из признаков нахождения этого триггера, что когда человеку начинаешь его разминать, буквально через 10-15 секунд человек начинает просить, что все, все, хватит, хватит, давай закончим, я уже не хочу никакого ни массажа, ничего. Плюс к этому всему поиску этих триггерных точек и разминанию их своими силами с помощью жены. Я еще плюс к этому начал смотреть какие-то массажеры, думал себе приобрести электрическую, как-то электрические не впечатлили. Очень понравилась мне идея ролл, ролл, роллер, там он называется роллер для гимнастики, роллер для йоги, роллер для фитнеса, вот такой массажер. Тоже начал смотреть в магазинах тех, которые рядом с нами. Я пришел, прошелся, как-то их в наличии не было. Были они в интернете, нужно было заказывать, по почте. Как-то это все долго так было. У меня появилась такая идея, у меня в гараже как раз были обрезки доски, я сделал стеллаж, остались обрезки доски. Я вышел, пошел в гараж, буквально это заняло в течение часа. В общем, я сделал себе сам такой тренажер, видеообзоры на ютубе. Вот эти роллеры, я насколько понял, они все диаметром где-то 140-150 миллиметров. Вот у меня были обрезки доски, доска была 110 миллиметров, то есть по диагонали, плюс со срезанными углами. Приблизительно тоже около 150 миллиметров получился диаметр этого. Посередине вот здесь я сделал такую выемку для того, чтобы позвоночные не знаю, как правильно они называются, в общем, отростки не травмировать вот этими шипами, потому что вот эти шипы деревянные достаточно жесткие, когда делаешь на них разминаешься, то они очень так сильно впиваются для того, чтобы не травмировать. Здесь эти два диска были сделаны просто круглые, без углов, все остальные с углами. Доски эти были просто склеены на клей ПВА, столярный, не канцелярский, столярный клей ПВА, и пока они держались, я их собрал шпилькой, ну, так она эта шпилька и осталась, и не стала ее снимать. В общем, сделал я такой массажер, и в первый же день, когда я начал на нем делать упражнения и раскатывать. Хочу сказать, раскатывал я что? Я раскатывал мышцы спины, все как бы, спины, и поясницы, и средний отдел, и верхний отдел, и раскатывал ноги, раскатывал ягандицы, заднюю часть бедра, переднюю часть бедра, икры. Могу сказать, было очень больно, очень, просто неимоверно. На некоторые участки я даже не мог полностью опереться всем своим весом. Почему? Потому что, когда вот этот угол на тренажере попадал на эту триггерную точку, боль была просто неимоверной. Для себя многие вещи я даже как-то открыл заново. Я не думал, что такое у человека может быть, что в мышцах скрыты такие точки, которые настолько сильно болят. Потом, плюс, к этому всему я начал смотреть упражнения на растяжку мышц. Ну и вообще, как бы, среди всего этого многообразия информации, как бы, я последние дни, когда вот у меня болела спина очень сильно, то я в основном лежал, я не мог ни работать, ни спать, ни это. То есть, я все время лежал, и у меня было много свободного времени, компьютер, и я на компьютере искал информацию, там, круглосуточно, потому что спать я тоже не мог. И среди всего этого многообразия информации, может быть, конечно, я, ну, как бы, не все понял, не все там, я не претендую на роль какого-то знатока в медицине, но я со своей точки зрения, вот чисто субъективной, я выделил такие основные моменты, что в мышцах, во-первых, должны отсутствовать вот эти триггерные точки, то есть места вот этих таких спазмов, которые переходят дальше в эти триггеры, когда начинаются уже какие-то патологии в мышцах, они должны отсутствовать, это первое. Потом, второе, что мышцам обязательно нужны нагрузки, и мышцам нужна растяжка. Вот, исходя из вот этих моментов основных, я в свою жизнь включил массаж, разминание триггерных точек, нагрузки физические и растяжки. Должен сказать сразу, что упражнений всевозможных представлено на просторах интернетах такое количество, ну, просто, неимоверное. Я, если эти все упражнения выполнять, то это, я не знаю, сутки надо, целые сутки стать заниматься гимнастикой. Поэтому, со всего этого многообразия я для себя выбрал те, во время выполнения которых я именно почувствовал в мышцах, отклик мышц. Когда, то есть, я делал растяжку, упражнение на растяжку. Я в этом видео не буду никакие эти упражнения рассказывать, показывать. Если вдруг кому-то надо было, пишите в комментариях, я потом сделаю отдельное видео и покажу все эти упражнения. Так вот, я искал и ждал именно отклика со стороны своего организма на эти упражнения. и выполнял те, когда я чувствовал этот отклик. И могу сказать, что когда я начал растягиваться, у меня нога перестала болеть в тот же день. В тот же день. Ну, на тот момент я уже как бы разочаровался в этих всех уколах, всех этих курсах, перестал принимать лекарства. Ну, они мне просто не помогали. я их перестал колоть, перестал принимать. Вот, начал растягиваться. У меня уже был такой период, как бы, что первая вот эта фаза прошла, когда болелась с поясницей, то есть боль уже спустилась дальше, то есть у меня болела ягодица и болела нога. И нога у меня перестала болеть в тот же день. В тот же день. Я такого результата даже не ожидал. и причем моя такая ошибка была на этом этапе, что я как-то я думал, что у меня болит одна нога. Ну, просто на фоне этой ноги, которая болела очень-очень сильно, вторую, как бы, я не замечал. Я когда начал растягиваться, я больше внимания уделял этой. Потом прошло время, я понял, когда это перестало болеть, я понял, что вторая тоже болит. Как бы, вернулся я потом к полноценным упражнениям, начал делать симметричные растяжки на обе стороны тела, разминаться. И на данный момент я могу сказать, что я полностью избавился. Вот уже прошло где-то полтора-два месяца. Я полностью избавился. Я, ну, как бы, о боли забыл, она не болит вообще, вообще никак. Вообще никак, никогда, и ни чуть-чуть, и даже вообще ни капельки. Более того, я вернулся к полноценным нагрузкам. Я занимаюсь борьбой бразильским джиу-джитсу. И вот этот период, когда у меня начала болеть спина, я не мог полноценно заниматься. Я приходил на тренировки, когда я разогревался, мне вроде чуть-чуть становилось легче, я мог как-то что-то делать, но у меня присутствовал страх какой-то, страх прострела, что сейчас где-то что-то опять заболит. я как бы такой немножко не мог полноценно заниматься. Сейчас на данный момент я полностью вернулся в строй. Вот последний раз мы боролись, пару дней назад, мы проборолись, четыре часа шла тренировка, теоретической части не было, были только спарринги. Было четыре часа спарринга, я благополучно все это пережил, потом два дня отходил, правда, не мог встать в строй. нагрузку я мог дать полноценную. Теперь я хочу вернуться к тому месту, что я сказал, что я позже расскажу, что теперь задним числом я вспоминаю, почему у меня был такой период, когда у меня не болела спина. Я его ошибочно связывал с тем, что это был период послеоперационный. Но на самом деле, получается, в тот период, если до этого мы занимались с братом ударными, больше стиля, то есть это не был какой-то классический стиль, что там бокс или китбокс. Нет, нас интересовало просто вот боевое искусство как таковое, просто все, что работает, все, что эффективно, мы не стремились быть какими-то приверженцами чего-то. То есть мы старались тренироваться, учить все, что работает, все, что эффективно, мы учили все кроме борьбы. Потом вот в этот период послеоперационный получилось, так совпало, что я пошел в секцию бразильского джиу-джитсу и вот в этой секции очень большая часть тренировки, очень большая, я не помню уже сколько это было по времени, но ну это было чуть ли там не знаю, не 70 процентов тренировки, это занимало очень хорошая растяжка, разминка, разогрев, плюс там в бразильском джиу-джитсу, может кто знает, присутствуют такие специфические упражнения, которых нету больше, наверное, нигде, ни в одном виде спорта, то есть работают такие мышцы и такие, и человек как бы настолько это все как бы упражнения какие-то нестандартные эти движения, эти упражнения и прорабатываются прям ну все мышцы и вот в этот период, когда я занимался в секции бразильского джиу-джитсу, у нас была вот такая очень большая разминка, растяжка, вот этот разогрев, у меня спина не болела вообще, вообще, потом исторически так сложилось, что начались там кое-какие перемены, в общем, в то время, когда я мог заниматься у тренера не получалось, у него там тоже по своим обстоятельствам, в общем, ту часть тренировок на то время, как бы в те дни, когда я мог приходить, он их вообще отменил, но я для себя эти занятия как бы не отменил, я продолжил заниматься, но в другом формате мы собирались как бы сами, вот эту часть, вот эту большую разминки, растяжки, это мы, ну, сейчас я понимаю, что это была очень большая ошибка с нашей стороны, мы ее вообще отбросили, как бы, мы приходили, думали, зачем нам тратить время заниматься ерунбой всякой вот этой, растягиваться, разминаться, если можно прийти и бороться три часа подряд, ну, вот в этом как бы была ошибка, что не было разминки, растяжки, и получалось так, что мышцы напрягались, а какой-то возможности расслабиться, размяться, растянуться не было, и это все накапливалось, накапливалось, видимо, еще, это, ну, когда начался острый приступ, вот уже, видать, была последняя капля, до этого спина тоже там немножко болела, видать, уже началось воспаление в мышцах, и вот сейчас, на данный момент, я могу сказать, что у меня прошли все симптомы, что я делаю, я занимаюсь борьбой каждый день, я разминаюсь в этом тренажере, и растягиваю мышцы, вот эти упражнения, если будет интересно, я могу показать упражнения на тренажере, могу показать упражнения для растяжки, которые делаю лично я, и у меня все прошло, я могу дать данные секции по бразильскому джейджи, куда мы ходим, и где мы боремся, и в общем, все последствия прошли, все последствия прошли, и я думаю, что сама грыжа, она как была, так и осталась, но вот эти именно неприятные симптомы, которые мешают человеку жить, меня покинули полностью, поэтому я хочу поблагодарить всех тех людей, которые в интернете выкладывают свои видео, рассказывают свои истории, именно эти люди, не врачи, не традиционная медицина, а именно вот эти люди меня натолкнули на такую мысль, и я нашел какой-то свой путь, такой свой вариант лечения, может у кого-то он другой, может у кого-то он не поможет, не знаю, но лично для меня он сработал, и я от этой проблемы избавился.